Здравствуйте! В эфире итоговая программа Факт в студии Сергей Довгалюк. Сотрудники МЧС Казахстана продолжают работу по ликвидации последствий ливневых дождей, обрушившихся на Кокшетау и Экибастуз. В Кокшетау откачана вода из подвальных помещений 108 объектов. В Экибастузе в результате сильных дождей были подтоплены 5 домов частного сектора, подвальные помещения трех многоэтажных жилых домов, а также ряда социальных объектов. Служба ЧАЭС ликвидирует последствия сильного ветра, бушевавшего накануне в городе Балхаш в Карагандинской области. В результате сорваны кровли с четырех многоэтажных жилых домов. Кроме того, произошло падение четырех деревьев, двух информационных щитов. Ветер оборвал линии электропередачи по двум улицам, повредил остановку общественного транспорта, разрушил фасад здания магазина. По данным Интерфакс Казахстан, самолет авиакомпания Бек-Эйр не смог вылететь из аэропорта от Рао в Алматы из-за технических неполадок. Накануне вечером самолет Фокер-100 авиакомпания Бек-Эйр проехал 350 метров по взлетной полосе и прервал взлет. Причина остановки – сбои в электрической системе самолета. На борту находились 110 пассажиров и пять членов экипажа. Жертв и пострадавших нет. Пассажиров после высадки разместили в аэропорту от Рао. Председатель Госагентства Казахстана по защите прав потребителей Бладбек Куандыков освобожден от занимаемой должности, пишет Интерфакс Казахстан. Увольнение связано с переходом на другую работу. Вместо Бладбека Куандыкова исполняющим обязанности председателя агентства назначен его заместитель – главный санитарный врач Жандарбек Бекшин. Куандыков возглавил ведомство в январе текущего года. Ранее он был главой Госагентства по защите конкуренции. О городских событиях вы узнаете сразу после рекламы. Не переключайте. Продолжим выпуск. Очередное народное недовольство по поводу продажи билетов на квалификационный матч в рамках Лиги чемпионов. Болельщики сегодня возмущались о организации реализации пропусков на игру, которая состоится в среду вечером между футбольным клубом «Ак-Тубэ» и румынским «Стяо». Вокруг центрального стадиона сегодня в первой половине дня наблюдалось огромное столпотворение. Ситуацию не могли упорядочить даже полицейские. Перекупщики при них же свободно перепродавали билеты в два раза дороже номинала. Подобное столпотворение перед центральным стадионом – не редкость. Чем ближе масштабные матчи, тем длиннее перед кассами очереди. Только вот радости это никакой болельщикам не представляет. То, что футбол хотят посмотреть большинство людей – просто отлично. Только вот не все могут попасть на игру. С билетами днем творилось нечто невообразимое. Достать их не могли даже те, кто за сутки записался в очередь и даже выстоял ее в нелегком бою. Бардак. Пускай займутся этим. Вообще ужасный бардак. Перекупщиков? Да. Спекулянтов много. Уже было неделю назад известно, какая команда СТЯО. И что, везде типографии хватает. Сегодня продали. Пришли в 7 утра, 44 человека зашло, из них 3 не пришло. Значит, 41 билет. Сейчас все закрывается и посмотрите. По 5, по 10 билетов предлагают. Откуда это берется? Вопрос возникает. Ахтюбей является самым футбольным городом в Казахстане, но уже из года в год на протяжении европейских матчей у нас творится беспредел. Я занимал очередь на 4 сектор. Билеты на 41-м человеке закончились. Если посчитать, то в руки одному человеку давали не больше 3 билетов. Получается 120 билетов. А на секторе больше 700 человек. Куда деваются билеты? И билеты продавали с 1 по 3 ряд. Хотел бы задать вопрос господину Демилу, куда делись наши билеты. Это все простые болельщики, все хотят попасть на стадион. А у нас творится такой беспредел. Я занимал очередь на 4-й сектор. Я был 47-м. Вот мой номер. Но проблема в том, что они закончились уже на 45-м номере. Как и почему. Многие грешили на перекупщиков, которые с успехом перепродавали билеты. К примеру, наш небольшой эксперимент, проведенный в первой половине дня, показал, желающих набориться на продаже билетов немало. В нашей съемочной группе прямо у центрального стадиона предлагали за 2000 тенге билеты на западную и восточную трибуну. И за полторы тысячи на так называемые неудобные угловые места. При этом большинство из тех, кому никак не удавалось легально приобрести билет, уверяли, что в день игры цена будет составлять уже 5000 тенге за билет. По-аин каждому. Одного человека один билет по-аин. Или идти через интернет. Только по-аин билет, один человек на себя билет и все. Самый прощий вариант. Можно интернет, онлайн продажи сделать и все. Это работа финансовой полиции, пусть работает. Вот как вот пришел этот директор, первый год ничего, а второй год уже вот это и каждый год бардак. Выход люди видят в одном – организовать интернет-продажу пропусков, плюс проверку деятельности руководства центрального стадиона со стороны соответствующих структур. Помимо этого, активенцы просят власти построить более вместительный стадион. Отметим, вместительность центрального стадиона на сегодня составляет около 13 тысяч человек. Однако даже на видеозаписи игр можно увидеть, что и во время матча бывает, когда места пустуют. Лишние доказательства того, что перекупщикам не всегда удается выгодно перепродать билеты. Как Марла Майклузова, Жаснан Жубаев, программа «Факт». Чартерный самолет с румынскими футболистами около 13 часов прибыл в Октябинский аэропорт. После приземления вся делегация отправилась в отель. Несмотря на четырехчасовой перелет, команда чувствует себя отлично. СТЯО является самым успешным и знаменитым клубом Румынии. Румынский клуб в несколько раз превосходит действующего чемпиона Казахстана по бюджету, имеет более молодой состав и значительно опытнее. Прилетела команда из Румынии, из ТЯО, очень хорошая команда. Наш соперник, сильный соперник, с которым нам будет нелегко. Приехали они, смотрю, в хорошем настроении, бодрые. Хотя я думал, что они там будут от Казахстана отзываться. Но два представителя уже давно здесь находятся. И, видимо, рассказали про наш город, про нашу страну. Напомним, что Ак-Тубе во втором раунде взял верх над Тбилисским «Динамо», обыграв грузинскую команду со счетом 1-0 в первой игре и разгромив в ответной 3-0. А СТЯО переиграла норвежский «Стрэмс Годсет» с общим счетом 3-0. Завтра в Ак-Тубе пройдет первый матч третьего раунда Лиги чемпионов Ак-Тубе-СТЯО. Начало матча в 8 часов вечера по местному времени. Ответная игра состоится 6 августа в Бухаресте. Сегодня стали известны итоги государственной программы «Доступное жилье-2020» по направлению «Жилье для молодых» на 2014 год. В этом году в Ак-Тубе было рассмотрено 920 заявлений. Завтра начнется выдача направлений в банк для подтверждения платежеспособности участников программы. Строительство нового дома завершится в декабре этого года. 216 семей смогут заселиться в девятиэтажный дом, расположенный в микрорайоне Нур-Ак-Тубе, уже в середине следующего года. Данный список у нас разбит по нескольким дням. То есть в день банк будет обслуживать 20 человек. И в течение двух недель граждане будут проверяться, смогут подойти, сдать документы на прохождение платежеспособности. Те граждане, которые не смогут пройти платежеспособность, не смогут подтвердить платежеспособность, вместо выбывших участников будут направляться следующие участники по списку. Напомним, прием документов осуществлялся с 23 по 27 июня. Участники программы получали по 20 билетов за первого ребенка, за второго и последующего по 30 баллов. Если кто-то из членов семьи является инвалидом, добавлялось 10 баллов, а также дополнительные 10 очков причисляли с сиротом. С полным списком тех, кто получил наибольшее количество баллов, граждане могут ознакомиться по адресу Алтензарино-2 или на сайте городского Акимата. Очередной прием документов на получение жилья по госпрограмме будет осуществляться на следующий год. С начала года на водоемах Октябренской области погибли 9 человек, в том числе 6 несовершеннолетних. По сравнению с прошлым годом, это на три случая больше. Спасатели по-прежнему беспокоят тот факт, что к процессу купания октябренцы подходят без особой ответственности, игнорируют запрещающие знаки, приносят на пляж алкогольные напитки, а будучи в нетрезвом состоянии, не могут уследить за детьми. Гибель происходит, как обычно, в местах запрещенных для купания, праздничные выходные дни с целью предотвращения несчастных случаев на воде, организовано дежурство. Дежурят не только спасатели службы. Разработан совместный график. Выезжают на помощь спасатели оперативно-спасательного отряда, Центра медицины катастроф. То есть, делается все для того, чтобы предотвратить гибель и возникновение чрезвычайных ситуаций на водоемах области. У двоих детей в Актубе выявлен сирозный менингит. В настоящее время специалисты исследуют, чем вызвана болезнь. Об этом было сказано сегодня на семинар-тренинге для представителей всех медучреждений Актубе в областной клинической инфекционной больнице. В ходе мероприятия медиков ознакомили с постановлением главного врача республики о санитарно-эпидемиологических мерах по интервирусной инфекции. Проявляются по-разному различные симптомы, типа герпангинные, могут быть гепатиты даже, могут быть диарийный симптом. По-разному проявляется это заболевание, поэтому с целью профилактики мы решили провести такое масштабное мероприятие. У нас пока такой инфекции нет, но могут быть. Как известно, рост интервирусной инфекции приходится на летний-осенний период. Болеют преимущественно дети школьного и дошкольного возраста. Инфекция передается воздушно-капельным путем, вызывает лихорадку, поражает сердечно-сосудистую, центральную нервную систему, желудочно-кишечный тракт и многие другие органы. Медики призывают актюбинцев при малейших симптомах своевременно обращаться к участковому врачу. В актюбинском филиале АО «Казпочта» сегодня говорили о борьбе с коррупционными правонарушениями. Встречу с трудовым коллективом организовали представители горфилиала партии «Нуратан». А участие в ней приняли председатель общественного совета по противодействию и коррупции Мария Таджибаева и член полицовета Сулупан Шентасова. Помимо того, 35 сотрудников «Казпочты» сегодня пополнили ряды правящей партии. Им были торжественно вручены партийные билеты. В настоящее время численность городского филиала по артии «Нуратан» составляет 11 536 человек. Это все новости к данному часу. Я с вами прощаюсь. До завтра.